В районе Братеева проживают 13 748 детей в возрасте до 18 лет. До 6 лет 3360 детей, от 7 до 14 лет 7 841, а от 15 до 17 лет 2547 детей. Вы все пользуетесь порталом государственных и муниципальных услуг города Москвы. Вы приходите в интернет, нажимаете на pbumoz.ru и проводите определенные операции. На портале госуслуг касательно летнего здравительного отдыха вы можете подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость. И в том числе можно подать заявку в санаторно-оздоровительный комплекс «Камча». Он находится в республике Болгария. На портале госуслуг можно оформить заявление на будюбку для детей льготных категорий. И можно отправить ребенка в загородный оздоровительный лагерь или пансионат семейного типа. Это в зависимости от возраста ребенка. Вот кто получает ежемесячное пособие на ребенка, они могут подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку. Это ежемесячное пособие, оно регламентируется законом города Москвы от 3 ноября 2004 года, номер 67, а ежемесячное пособие на ребенка. Льготные категории детей в возрасте от 7 до 15 лет – это дети-сироты, это дети, оставшиеся без протечения родителей, дети, пострадавшие в результате террористических актов. Также дети из малообеспеченных семей и дети из семей, где родители, один или оба, являются инвалидами. Но другие дети также из семей, погибших или получивших родение при выполнении служебного долга. Вот эта категория относится к льготной категории. Путевки с частичной оплатой 10% от стоимости путевки можно получить, если дети являются участниками различных творческих коллективов, олимпиад, лауреатами различных международных, федеральных или городских конкурсов и фестивалей. Кроме этого, данными льготами пользуются дети-участники спортивных коллективов различной направленности и дети-члены детских общественных организаций. Также частичная компенсация за самостоятельно приобретенную путевку предоставляется тем людям, которые я уже говорил, которые получают пособие на ребенка. Вот путевки семейного типа могут полностью оплачены за счет средств бюджета города Москвы детям от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. И они могут сопровождаться одним или двумя родителями. Есть такое понятие, как приемная семья. И когда ребенок передан в патронатное воспитание, то в этом случае путевка предоставляется один раз в два года. Если всем предоставляется путевка ежегодно, то в этой категории один раз в два года. Порядок подачи электронного заявления. Ну, я думаю, что вы пользуетесь этим порталом и знаете, как это все оформляется. Если у кого нет возможности дома иметь компьютер, или кто-то плохо владеет компьютером, то всегда можно обратиться в определенное учреждение, где вам могут сделать заявку, помочь оформить эту заявку. Вот сертификат, который вы получаете через личный кабинет, можно получить также и на бумажном носителе. Но для этого вам нужно обязательно обратиться в МОЗГОРТУ. Он находится на чистых трудах. Информация о пребывании в лагере, она размещается на портале и также на сайте Департамента культуры города Москвы. И она, открытие, выдача путевок, началась с 1 апреля 19-го года. Если раньше управа района оформляла путевки, помогала оформлять сертификаты для лагеря, то сейчас эта функция передана Департаменту культуры города Москвы и МОЗГОРТУР.